Северная земля Ирина Мороз, видеооператор экспедиции «Екатеринбург», Дмитрий Кулик, помощник руководителя экспедиции «Тюмень». И на скайп-связи у нас Оксана Чернова и Алексей Веретенин. Это штурманы из города Новосибирска. Участники экспедиции «Русский рейс» в феврале 2013 года стартовали из Нового Уренгоя на Северную землю. Первоначальное название – «Земля императора Николая II». На отечественных автомобилях «Газ-Егерь» они достигли самой северной точки материка Евразия – «Мысо-Черускин». В апреле 2013 года команда вернулась домой. Полгода спустя пятеро смелых встретились в студии прямого эфира телеканала «Союз». Вот такая встреча у нас сегодня произошла. Вообще, Ирина и Дмитрий уже были у нас в гостях, уже делились своими впечатлениями. Ну, чтобы вот так масштабно можно было встретиться, честно говоря, мы тогда и не мечтали. И вот, слава Богу, сложилось. Ребят, скажите, пожалуйста, для начала, наверное, всем зрителям интересно, мне тоже очень любопытно, чем занимаются вот такие отважные путешественники вообще в мирной жизни? – Спасибо. – С меня вообще. Работаю водителем на севере, все просто. То есть обычный наемный рабочий, скажем так, рабочей профессии? – Ну, у меня профессия не отличается, и здесь и там я занимаюсь видеосъемкой и фильмами. – Я предприниматель, у меня небольшая фирма, производство тротуарной плитки, благоустройство территорий. – Оксана, Алексей? – Ну, я тоже предприниматель, занимаюсь производством спортивной одежды и снаряжениями. – Алеша, вы? – Строительством в Новосибирске. – То есть у вас у всех очень такие мирные, совершенно не экстремальные профессии, и тогда возникает вопрос, а что вас понесло на далекий север? Вот руководитель, наверное, нам скажет. – Ну, наверное, понесло немножко неправильно будет. – Позвал. – Север нас позвал, да. – Майк. – Да, наверное, так, тем более, ну, как мне, как для организатора, это не первая была поездка, и, то есть, ну, это уже все, это уже вот сидит в крови, вот, и поэтому это был очередной долгожданный желанный выезд, скажем так. – А почему именно северная земля? – Лично про себя могу сказать, что я доездился, то есть, когда дороги в стране закончились, то есть, я их все объехал, все дороги общего пользования, то начал ездить все серьезнее и серьезнее, глубже и глубже, то есть, это уже начались зимники, начались вообще непроходимые места, и вот когда-то в какой-то момент возникла идея добраться до самой северной точки Евразии, до самой северной материковой точки России, вот, и, а там уже рядом земля Николая II, как она раньше называлась, соответственно, до нее, и как раз даты были знаменательные, то есть, почему бы и нет. – А тяжело было вам привыкать к обычной жизни? Оксана, наверное, к вам вопрос, когда вы вернулись? Вот ведь даже если немножечко меняешь образ жизни, в отпуск, например, уезжаешь, потом возвращаешься, приходится входить в колею, а здесь из экстремальных условий, в какую-то повседневность, насколько это вообще сложно? – Ну, на самом деле, приехать сюда не сложно, сложно отсюда уехать. А, ну, первые, наверное, недели две я понимала, что я здесь, я не в теме, все работает без меня, зачем я здесь и что делать? Ну, то есть, где-то вот, по истечении двух недель, то есть, я поняла, что да, действительно, я здесь, наоборот, на работе. – А было что-то, что вы привезли, какие-то привычки, которые были приобретены в экспедиции, которые вот в обычной жизни, ну, оказывались, может, неуместными? – Ну, одна из, наверное, была, то есть, у всех мы протирали посуду салфетками, то есть, вот сидя за столом, то есть, я взяла, значит, свою тарелку и стала протирать ее салфеткой. – То есть, разговаривая с людьми, то есть, и потом, буквально через несколько секунд, я поняла, что я делаю что-то не так и не то. – Александр, к вам вопрос. Как удавалось вам, как руководителю, сохранять вот тот микроклимат, когда пять человек, в общем, в тесных таких вот коробушечках, и сохраняют дружлюбие, спокойствие, выдержку? – Вы знаете, я вот, потом уже, когда мы приехали, я понял, что там, именно там, именно после Хаттенги, организм был настолько мобилизован, что не было ни усталости, ни злости, ни замерзали мы, ни уставали, ни, ну, ничего. – То есть, мобилизация была необычайной, причем она не замечалась. – И вот, как мы потом уже стали говорить, мы стали одним организмом именно в такой ситуации, одним многоголовым, единым организмом. Поэтому, на удивление, вот мы сейчас, вот как раз буквально сегодня обсуждали эту ситуацию, что, на удивление, в мирной жизни так вот сходиться и так понимать друг друга, ну, наверное, невозможно, как это было там. То есть, вот именно сложные условия вот так сплотили, я думаю, так. – То есть, в мирной жизни могли быть конфликты, а здесь вот эта вот экстремальная ситуация, она способствовала тому, что все просто вот как-то жили дружно. – Потому что все-таки в мирной жизни есть какие-то соблазны, какие-то, ты на что-то отвлекаешься, еще что-то. А там ты понимаешь, что все зависит только вот от этой ячейки, от этой ячейки компании людей и только от общей сплоченности. Поэтому, ну, вот, ну, просто вот необъяснимо это очень даже, здорово было. – Ирина, вот такой вопрос. Помнишь, ты рассказывала, что все ребята ходили по зимникам, да, у них был уже опыт, у тебя одной его не было. Вот сейчас полгода прошло, все-таки это тебе надо было, и что тебе дал этот вот опыт? – Это, безусловно, конечно, положительный опыт в любом случае, хотя для меня это была очень непростая экспедиция, прям скажем, что я, у меня был момент, когда я думала, что я просто не справлюсь. – Ну, опыт хорош в том, что знаю, что у организма есть пределы. Это тоже такой опыт положительный. И в любом случае я рада, что в экспедицию сходила, что узнала таких людей, что мы в одной команде провели столько времени, дошли до конечной точки нашего маршрута, добились того, чего хотели. Честно говоря, многие не верили, многие думали, что мы дальше в Норильск не уйдем. Ну, вот то, что у нас никто не сомневался в этом, я думаю, это именно нам помогло. Дима, у меня к вам вопрос. При предыдущей нашей встрече, летом мы встречались здесь в студии у нас, вы мне рассказывали, что есть такой проект «Дорога жизни». Он связан с тем, что Хаттинга, поселочек, вот где вы были, он очень тяжело материально обеспечивается. И за счет того, что вертолетная доставка грузов, продукты стоят просто нереальные какие-то деньги. И вы хотели как-то на эту ситуацию повлиять. Вот что с этим проектом? На самом деле, Саша бы лучше рассказал про это. Он маршрутер прорабатывал именно. Но, в принципе, в двух словах можно. То есть мы хотели пробить короткую дорогу до Хаттинга, да, из Красноярска, соответственно, чтобы можно было машинами доставлять продукты. Но проект достаточно такой дорогостоящий, и своими средствами в этом году уже не получается у нас справиться. То есть мы вот хотели найти спонсоров там, не знаю, если, возможно, кто-то есть там желающий помочь там или каким-то образом. То есть, ну, своими средствами нам просто не осилить такую подобную поездку. Давайте повторим, что бы это был за проект? Что бы происходило, если бы нам удалось, а вдруг сейчас найти человека, который бы сказал, да, я буду ребятам помогать? У нас возникла идея с Красноярска пройти напрямую, ровно-ровно напрямую на Хаттингу. Значит, плюсы какие этой идеи? Во-первых, это все будет через Ивенкию. Вся Ивенкия состоит из обслуживаемых зимников. То есть до самого северного населенного пункта Ивенкия, поселка Иссей, есть обслуживаемый зимник. Он каждый год чистится, то есть это достаточно доступная дорога для более-менее полноприводного транспорта. От поселка Иссей по прямой до Хаттинги остается всего лишь 350 километров. То есть это немного по меркам тех краев. И еще второй плюс, помимо того, что это кратчайший путь, очень короткий, это все по Красноярскому краю. То есть если они ходили вот на Рильск, чтобы попасть на Рильск, надо через Янау заходить, да, через Ямал-Ненецкий автономный круг. Если они ходили через Якутию, то есть, соответственно, тоже там граница регионов. Ну это очень сложно, согласование, проведение... Ну понятно, в этой области это все проще, гораздо решается. Именно к чему я веду, что сложно потом делать, может быть, когда-то со временем зимник. А здесь это все по Красноярскому краю, и тем самым мы могли бы привлечь и попытались бы привлечь власти Красноярского края к тому, что вот к этой проблеме, и то вот она, кратчайший путь, то есть эти 350 километров, ну это по прямой 350, по воздуху, да, а там, ну, около 600 по реке, если вот река Котый, которая течет от поселка Исей до поселка Хатанга, вот, около 600 получается. Дело в том, что мы уже связались с Хатангой, мы общались с людьми, которые заинтересованы, их это очень заинтересовало, они сами готовы посильную помощь оказывать своей там техникой, там еще как-то там, вот. То есть это был бы гораздо короче маршрут, соответственно, это была бы доставка товара дешевле. То есть, и как минимум уже те же продукты зимой были бы доступны по ценам. Ну, то есть это такая социальная акция, проект, который должен, в общем, облегчить жизнь людям, которые, ну, в общем, в достаточно сложных условиях Крайнего Севера живут. Александр, вы, когда ездили к Северной земле, передвигались на машинах ГАЗ-Егерь. Если все получится с Хатангой, на чем поедете? Опять на тех же самых автомобилях или будет какое-то другое средство передвижения? Да нет, конечно, тех же самых, то есть, тут такой момент, что, ну, во-первых, цена этих машин недоступна, и еще очень серьезный фактор на, вот в таких поездках очень серьезных, именно, они не экстремальные, я не могу это назвать экстремальные поездки. Да, ну, у вас там минус 60 было. Они сложные, нет, ну, минус 60 люди живут месяцами при температуре минус 60 и нормально это чувствуют, это все нормально. Они сложные, и они проходят по льдам, по таким районам, где очень будет дорога эвакуация этого автомобиля, если вдруг с ним происходит какая-то серьезная поломка. То есть, более дорогие машины, даже можно было бы, там, привлечь каких-то спонсоров, или, там, больше вложиться своими деньгами, да, если, там, их попробуют накопить, там, машину придется оставлять при, ну... В общем, вы хотите сказать, что, если что, то вот эту машину оставить... Да, мы, идя на Челюстин, мы были к этому готовы, мы были к этому готовы, потому что эвакуация будет дороже стоимости машины. И мы, мы морально к этому подготовились, то есть, мы шли на это уже, ну, обоснованно. Ребят, ну, мы надеемся, что кто-то откликнется, можно обращаться на сайт «Русский рейс». Вы видите на экране, как это пишется, как это ищется в интернете. А вот сейчас у меня каждому из вас вопрос. Скажите, пожалуйста, самое яркое впечатление, которое вы вынесли из этой экспедиции? Вот по очереди прямо, если можно. Давайте с Ириной начнем. Очень трудно сосредоточиться, на самом деле. Одно из ярких впечатлений, это, конечно, северное сияние каждый день. Это даже для меня, человека, выросшего за полярным кругом, это было очень удивительно. Но было очень обидно, что смотреть его долго нельзя, потому что выходишь, замерзаешь, техника замерзает, и надо заходить, а когда зашел, она вся покрылась инием, и больше нет смысла выходить. Поэтому вот каждый день по чуть-чуть мы снимали. Какие еще впечатления самые большие? Очень хотелось медведя встретить, но мы его все-таки не увидели. Но я еще подумаю, я вот как-то не могу сейчас сообразить. Ну, я думаю, медведя еще встретим в следующий раз обязательно. Мне вот очень впечатлила река Нижняя Таймыра, горы Баранга. Вот именно когда ехали в ту сторону, что было мало снега, открытый лед, то есть всякий бирюзовый там, синий, вот. Ну и горы Баранга, то есть очень такой фантастический пейзаж, незабываемый. То есть очень хочется там побывать летом. Я хочу сказать по поводу своего вот, и это я могу за всех сказать точно, вот когда именно после Хатанги, даже после озера Таймыра, вот правильно сказал Дима, Нижняя Таймыра, река, и дальше вот вдоль побережья, по льду мы шли. Вот это вот чувство, что мы находимся на Луне. Мы понимаем, что здесь последняя техника проходила примерно 20 лет назад. Вообще какая-либо гусеничная, автомобильная. Вот. И последние 20 лет не было ничего живого вот зимой в этих краях. Вот. И вот вот это вот чувство, что ты просто находишься где-то в космосе. Сам, ну Луна, вот как будто мы находимся на Луне. То есть вот это незабываемое такое вот ощущение. И я читал до этого в каком-то отчете полярников, что они радовались каким-то вот следам человека. Ну, обычному железу ржавому. И вот у нас точно так же было. Мы увидели бочки, мы им так были рады. Мы с ними начали фотографироваться. То есть мы понимали, что здесь когда-то, много лет назад, были люди. Ну, незабываемо, конечно. Спасибо, Александр. Оксана, Алексей, к вам вопрос. Ваши самые яркие впечатления? Вот белый, безумный, что-то огромное количество тарусов, снега. Да, весь разный. Пинка постоянно меняется. Ну и вот ощущение, наверное, свободы там. В любую сторону смотришь, просто ты понимаешь, что это вот бескрайний север. То есть я его люблю очень сильно. Алёш, а у вас? Ну, я бы хотел добавить. Мне очень понравилось общаться с людьми местными. Ну, в частности, некоторые просто спасли нашу экспедицию. Ну, Жданов, например. И, то есть, они продолжают нам звонят, общаются, даже заказывают тёплые вещи. Реодически стали постановить даже вот там из Чиньевских детей. Ну, не МИК, в смысле, а вот компания Глэйшер, конечно же. В общем, тёплая, теплота людей. Ребят, и знаете, что ещё? Я знаю, что у вас была встреча с батюшкой, я не помню, как его зовут, но вы, наверное, мне подскажете, который в Хаттенге, вот в храме служит. Я думаю, что можно передать ему привет, прямо глядя в камеру, потому что... Ну, а вдруг он нас смотрит? Это отец Ефимий. Мы очень рады передать ему большой привет от всей нашей компании. Он нам очень помог, и мне в частности, потому что мне было сложнее, и те иконы, которые он дал нам в дорогу, они мне очень пригодились, на самом деле. Спасли в каких-то ситуациях. Очень надеемся, что ещё увидимся. Очень надеемся, что будем как-то пересекаться по жизни и помогать друг другу. Спасибо вам большое. Во-первых, за то, что вы сделали. Мы будем надеяться, что ещё будет не один повод нам встретиться. Ещё больше спасибо за то, что вы пришли к нам сегодня. Хорошо, что получилась такая встреча. Ну, и, в общем, дай Бог, не последний раз. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были с нами. Всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!